Всем привет еще раз! Мы сейчас направляемся за... Зачем мы направляемся? Мы едем ногти делать. А потом мы все-таки поедем до Люна за ресницами, которые я вам показывала в блоге, которые мне очень сильно понравились. Они очень такие пышные. Завтра у меня работа, свадьба, много людей. И ресницы должны быть, конечно же, шикарные. Люди ходят посреди дороги, как будто это пешеходный переход, правда? А машинам куда деваться? Я понимаю, в Иордании проблемы с пешеходными переходами, потому что здесь посреди пешеходного перехода всегда растут деревья. То есть девушкам, женщинам с коляской? Мне кажется, это вообще нереально. Тебе нужно коляску все время на проезжую часть вывозить. Это, конечно же, небезопасно. Ну а что делать? Я понимаю, по максимуму пытаюсь зазеленить страну, да, там улицы. Но это тоже не выход без тротуаров нормальных. Есть, конечно, улицы нормальные. Ладно, а где мы отъехали? Вот. Вход, вот. Я просто решила, чтобы вам не описывать. Напротив находится магазин Дива, Абушакра. Вот Абушакра, вот Абинюмол. Я думаю, не запутаетесь, чтобы зайти. Все-таки мы направляемся в Абушакру, потому что хочу найти эссенс. Я надеюсь, здесь эссенс будет. Потому что я уже весь Амана бегала. Что же я... В итоге мы не нашли карандаш для губ в шестом оттеночке, который я ищу. Но приобрели другие. Мой результат. Точнее, не мой результат, но результат ногтей. Я их не делала. Вот. Странный, да, цвет? Я коричневый выбирала. Обычно я такой не выбираю, но мне нравится с сочетанием с золотым. Хотела что-то поменять и поменяла. Диана вообще сделала фиолетовый. Такой красивый перпл цвет. Вот вам немного кадров из вечернего Амана. Мы направляемся в Лалюна за ресницами. Припарковали с у черта на куличках этот. А, Лалюна! Лалюна! всем привет и сегодня мне в зеркале видно я на приседу потому что я никак не могу разбуркаться это просто ужас какой-то у нас на улице настолько настолько дул сильный ветер что на ночь мы закрыли абажуры здесь абажуры это такие не внутренние как жалюзи наши а наружные вот и не такие очень плотные когда ты закрываешь их полностью доме ничего не видно то есть темень утром когда мне зазвонил будильник я подумала боже будильник все уже нужно вставать открывая глаза а в комнате ночь реальная ночь и знаете мне вспоминаются те времена когда деток когда в детском возрасте будет тебя в школу зимой и еще так вот как бы пас ну не то чтобы пасмурно еще темно и ты не понимаешь ты не выспался не хочется из теплого одеяла из-под теплого одеяла вылазить та же самая история была сегодня со мной я проснулась все практически во всем доме были закрыты абажуры потому что мы когда оставляли их открытый ветер настолько сильно это что этот треск который он просто раздражал в итоге я поняла что даже если абажур снесет к чертям я его не буду закрывать это просто был ужас я проснулась и конечно же как все нормальные люди в первую очередь ты куда идешь в туалет я пошла к там потому что нужно было как обычно почистить посмотреть кор воду потому что их не утренние крики это сами понимаете в итоге когда я насыпала подсыпала песок я понимаю что что-то не то я смотрю на фиби фиби на меня смотрит таким взглядом девушка ты что делаешь я насыпал сухой корм им в туалет и я мозгом понимала что я сделала неправильно я 20 секунд просто стояла без движения потому что не могла сосредоточиться в общем мое утро еще не наступило я еще толком не проснулась я уже собралась потому что мне сегодня свадьба макияж и будет много людей я надеюсь я все успею потому что вы сами понимаете что не только тебя зависит успешно или нет но также от клиентов пришли ли они вовремя все же получилось либо они долго собирались либо еще что то я надеюсь что все пройдет хорошо мне будет целый загруженный день то есть начну с обеда и до самого вечера можно сказать вот и что-то я еще хотела вам поделиться рассказать я же конечно же накрасилась по-быстрому мой быстрый макияж это пальчиками я просто села тени и просто уже нанесла их пальчиками потому что у меня нет сил даже краситься утро ранее в такую погоду конечно не радует конечно я извиняюсь за такой вид и я уже давным давно хотела снять видео я запланировал какой макияж я буду делать но из-за вот этого вот вот этого как-то знаете влог это более такой домашний мне кажется вид съемок где ты можешь делать все что угодно любой ракурс без постановки вот тем он не нравится я люблю видео такие смотреть поэтому как бы я не особо я же выхожу так в любви мне же не надо забаррикадироваться и вот так что я не знаю как еще я уже пару дней пытаюсь начать делать зарядку правда я пытаюсь я уже морально настраиваюсь я вечером с уверенностью да я утром это сделаю потому что вечером этим не могу заниматься я не могу себя настроить на это уже третий день четвертый я не могу девочки не знаю как вы себя мотивируйте так чтобы стали сказали нет вот все давай ты будешь это делать как как у вас это получается я уже собралась вот он мой арсенал косметика вся и со мной поэтому пожелаем мне удачи на это смысла я выложу это видео конечно же позже и поэтому я приехала увидимся и мига и и и на дороге к магазину подъехал грузовик который привозит продукты и он начал разворачиваться парковаться понятно что ладно хорошо ему нужно продукты как-то выгрузить мы перед ним остановились он сдает задом чтобы парковаться но это мастер своего дела он сдает задом и успевает при этом еще читать какую-то листок газету ордер не знаю представляете мастер ла мастер если вам слышно это у кого-то помолвка где-то там у нас либо мечет либо кого-то праздники кому-то сегодня весело мамбрук мамбрук и мы направились тоже мол сейчас январь и большие скидки victoria's secret было где-то 75 процентов поэтому мы застряли там надолго и 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 А все началось с фразы, Диана, пойдем посмотрим спрей для тела, в итоге мы потратили, у нас осталось 50 копеек, мы такие богатые, не, нам не стыдно, правда, нам не стыдно, мы заслужили, правда, что-то. Вечером с мужем мы отправились в Крамс, было очень уютно, горел камин, было не очень много людей, поэтому можно было релаксировать, заказали салат из крабов и авокадо, но на самом деле там оказались крабовые палочки, но он был также вкусный и, в принципе, я осталась довольна, салат я взяла на заметку и думаю приготовлю его и дома. Ну что ж, у нас обещают, завтра ночью будет снег, и вот сейчас у нас такая погодка, кстати, на камере меньше тумана видно, чем в жизни. Были в Козму, у нас такой ажиотаж, мы столько очереди выстояли, чтобы продукты купить, потому что все люди запасаются, потому что если перекроют дороги, то все, все будут голодные. Вот такая резкая смена кадра, это Питер, это видео мне прислала подруга, это просто соль на рану, потому что я обожаю такую зиму, и мне нужен просто деревянный домик, даже маленький, небольшой и такая вот атмосфера, все, для меня это идеал. В Иордании, точнее в Амане, так зима не наступила, было только местами, но в моем районе я не увидела снега, только дождь.